Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью. В прямом эфире сегодня обсуждаем оказание скорой медицинской помощи жителям Одинцовского городского округа. В студии главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Кокурин и начальник управления социального развития администрации муниципалитета Наталья Караваева. Здравствуйте! Здравствуйте! Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы вы можете задавать, позвонив по телефону, указанному на экране. Итак, сегодня серьезную тему поднимаем. Очень много поступает обращений на работу скорой медицинской помощи и в администрацию округа, и к вам на подстанцию. Поэтому давайте сегодня все детально разберем. И первый вопрос. Сколько подстанций скорой помощи сегодня работают в округе, и сколько бригад в режиме 24 на 7 оказывают скорую медицинскую помощь населению? Добрый вечер! В городском округе Одинцово работает три подстанции. Это подстанция Одинцовская, это Никольская подстанция, это подстанция Голицынская и также два поста. Это Краснознаменский пост и пост в Звенигороде. На сегодняшний день круглосуточно выходит на линию порядка 29-30 бригад. Это что в разрезе всего округа Одинцовского. Непосредственно в Одинцово, в городе Одинцово, мы определяем где-то на сегодняшний день порядка 15-16 бригад выходит для круглосуточного оказания скорой медицинской помощи. Это конкретно по Одинцово? Да, это конкретно по Одинцово. И сюда, наверное, еще входит и Власиха в том числе? Да, 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 совершенно верно. И также мы имеем из этого состава три специализированные бригады. Это педиатрическая во профиле бригада, это бригада реанимационно-анестезиологического профиля и психиатрическая бригада. Если говорить о территории, о населении, что немаловажно, то есть соответствует ли это все и удается ли вам охватить округ? То есть возможно ли скоординировать работу трех этих подстанций так, чтобы нигде ничего не проседало? На сегодняшний день вообще вся Московская область работает в одном информационном пространстве. Это программа 103, которая в режиме онлайн, это и диспетчеры, и администраторы, которые следят за работой всей нашей службы, и Центр мониторинга, который находится в Красногорске, который отслеживает работы всей службы скорой медицинской помощи Московской области. В режиме онлайн реального времени мы отслеживаем работу. Там, где начинает проседать наша служба, где идет резкое увеличение количества вызовов, мы в ступенчатом варианте начинаем передислоцировать бригады с мест в области, в том числе и в области, где менее нагрузка, где незначительная нагрузка в местах, где нагрузка растет. За счет этого мы достигаем равномерной нагрузки, прежде всего равномерной нагрузки на бригады по большому куску территории. И прежде всего это, и в том числе, своевременный доезд, ну и как правило, своевременный доезд прежде всего для вызовов именно в экстренной форме, экстренных вызовах, где состояние пациентов угрожает жизни. То есть, получается, муниципалитеты помогают друг другу, подхватывают друг друга, так как это единая структура. Совершенно верно. Самый первый постулат для объединения, для централизации нашей службы, которая началась с 2015 года, это стереть границы в рамках нашей Московской области. Для того, чтобы наша служба могла свободно передислоцироваться из одного муниципального образования в другое, ну и чтобы это было только во благо жителям нашей Московской области, в том числе городского округа Денцового. Ну а я хотела Олега Вячеславовича здесь поддержать. В 2021 году планируется в соответствии с инвестиционным контрактом на территории нашей Трехгорки открыть новую подстанцию скорой медицинской помощи, что значительно улучшит оказание медицинской помощи нашим гражданам. Если мы видим, что этот микрорайон тоже динамично развивается и население растет, то, конечно же, это будет хорошее подспорье и ожидаемое открытие, наверное, всем населением. Совершенно верно. Это прежде всего приблизит оказание скорой медицинской помощи для населения, которое будет проживать на данной территории и, еще раз повторюсь, сократит время доезда. В нашей службе и прежде всего в экстренных случаях время доезда до пациента, это, ну скажем так, мы этот показатель ставим на сегодняшний день во главу угла. Готовясь к прямому эфиру, мы отправились на Одинцовскую подстанцию скорой медицинской помощи и наш журналист Мила Тарасевич пообщалась не только с врачами, но и с пациентами. Давайте посмотрим, как работают бригады. Одинцовский городской округ обслуживает три подстанции скорой медицинской помощи. Это Одинцовская, Голицынская и Никольская подстанции. Последние две включают в себя Краснознаменские и Звенигородские посты. Только в Одинцовской подстанции за последнее время количество заступающих на службу линейных бригад увеличилось до 14. В осенний период увеличилось и количество обращений – в сутки до 250. Из последних нововведений – специальный сервис СМС-оповещения. Сема оповещения – СМС. Время. Начало транспорта, соответственно, при поступлении вызова и доезд. СМС приходит больным или вызывающим на телефон. Восемь утра смена заступает на работу, принимает укладку, проверяет оборудование в автомобиле. Из диспетчерской службы передается вызов бригаде, которая незамедлительно выезжает по назначенному адресу. Мишенин Дмитриево-Манухов. К нам на скорую помощь вызова поступает через службу 112, это основная масса, и по телефону. Поступает вызов по программе 112, открываем, соединяемся с диспетчером 112 и уточняем данные. Существует две категории вызовов – это экстренные и неотложные. Время обслуживания неотложных – от 20 минут до 2 часов. Экстренные обслуживаются в течение 20 минут. От этого зависит жизнь пациента. Согласно приказу 388 Н 20.06.2013 года Минздрава Российской Федерации, это порядок, о порядке оказания скорой медицинской помощи, приказ. И, значит, две категории вызовов – экстренные и неотложные. Экстренные – это угрожает жизни, это потеря сознания, это парализовало, то есть инфаркты, ДТП, ножевые ранения – это все категории экстренных вызовов. Неотложные – это высокая температура, то есть там травма, руки и ноги, то есть изолированная травма. И это давление повышенное. Обращений по поводу высокого артериального давления поступает очень много. Причем гипертензия – проблема не только людей старшего возраста. Начинается все с головной боли, появляется тошнота, темнеет в глазах. Эти симптомы сопровождают гипертонический криз, купировать который могут только врачи скорой помощи. Однако не всегда удается действовать оперативно. Виной тому затрудненный подъезд к дому пациента. Сложности очень большие. Конечно, это связано с загруженностью транспортным потоком, загруженностью магистрали. Но и в вечернее время, конечно, это припаркованная машина во дворах. Людям этой профессии сложно позавидовать. Они делают все возможное, чтобы оказывать своевременную помощь. Но критика в их адрес всегда была и будет. Специфика работы диктует врачам скорой помощи сохранять крепкое психическое и физическое здоровье. Быть очень наблюдательными, уметь быстро реагировать. А главное – принимать важные решения в экстренных ситуациях. Мила Троссевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». А я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы вы можете задать, позвонив в студию по номеру 508-86-84. У нас есть звонок. Здравствуйте. 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 Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Тара Амирханова Тара. А я бы хотела выразить благодарность работе скорой помощи Денцовского района. Это прекрасно, выражайте. Это очень приятно. Да, буквально недавно была ситуация, когда потребовалась скорая помощь нашей няне стала очень плохо. Как раз случился гипертонический кризис, или как-то так так называется, резко повышается давление. И вот мы вызвали скорую помощь с учетом того, что мы живем за городом, Денцовский район, до поселка Баковка. Мы думали, что все закончится плохо, потому что ехать далеко. А еще у нас няня была, она у нас негра, так красивая, что он в Катаджикистане. Были сложности с регистрацией, то есть она должна была быть оформлена на следующий день. Но врачи успели. Вы знаете, да, вот огромное спасибо, потому что, во-первых, и врачи успели. Не было никакого пренебрежительного отношения, которое, знаете, бывает в подобных ситуациях. Все было четко по делу. И врачи были у нас минут 30, по-моему, пока сам приступ не прошел, пока не нормализовалось давление и ценные советы, указания. В общем, хотел сказать просто огромное спасибо, потому что в такие моменты это очень ценно и очень радостно, что есть люди, на которых можно положиться. Спасибо за звонок, спасибо за ваше мнение. Вот действительно ругать может каждый. Вот сказать спасибо далеко не каждый. Это всегда приятно, особенно для врачей, которые в ежедневном режиме спасают жизни пациентов. Да, вот все-таки услышать то спасибо. Но я тоже хочу сказать слава и благодарности, потому что не так давно я была свидетелем инцидента, после которого молодой человек получил травмы, я сама лично вызывала скорую помощь. И мне на телефон периодически в течение вот этих вот 15-20 минут приходили смс-сообщения, скорая помощь к вам двигается, мне звонки были, как самочувствие. Скорая помощь, в принципе, уложилась вот в норматив, и была оказана полная медицинская помощь молодому человеку. Так что я тоже очень благодарна за это. Вот если как раз касаться и говорить об смс-информировании, об смс-оповещении, сейчас тоже очень много споров в сетях. Кто-то говорит про 2 часа, 3 часа, которые приходят в сообщениях. И, естественно, тут уже начинает все гореть. Как же так? Как вот дело с этим обстоит на самом деле? На самом деле обстоит дело следующим образом. У нас все вызыва, которые поступают в нашу службу, неважно, это через канал либо 112, либо напрямую к нам в 103, диспетчеры путем опроса, а у нас все диспетчеры имеют медицинское образование, имеют колоссальный опыт работы и на линии в том числе, делят путем опроса. То есть они прям уже первично собирают анамнез? Да, собирают анамнез. И причем опрос у нас забит в нашу программу, который подсказывает, если диспетчер даже задумался и может как-то задать вопрос не совсем корректно, но тем не менее система в любом случае помогает для опроса пациента и диспетчеру. И, как правило, наши вызыва делятся на две категории. Это экстренные вызыва, где, как я ранее говорил, состояние пациента угрожает жизнь. Это с временем доезда до 20 минут. Это такие заболевания, как инфаркты, инсульты, травмы, дорожно-транспортные происшествия, отравления и ряд других подобных состояний. Там, конечно, мы все бросаем и летим вот туда. А есть состояние, где может быть отсроченное оказание медицинской помощи до двух часов. В течение двух часов мы обязаны обслужить этот вызов. Это и повышение давления, но не до критических цифр, повышение температуры тела, боли в пояснице, такие диагнозы, как остеохондрозы, мигрени, мелкие травмы конечностей. Там, где, в общем-то, пациент может постоять, либо посидеть и подождать. Там, конечно же, эти вызыва идут во вторую очередь. Это не говорит о том, что… Скоро приедет именно через два часа, да? При наличии свободных бригад, наша бригада, служба наша, она выйдет незамедлительно. У нас есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Наталья. Я жительница города Одинцова, и у меня такая была ситуация в жизни моей. Значит, дело в том, что мне понадобилось вызвать скорую помощь. Честно говоря, даже в этой ситуации не забыла, какой номер надо набирать. Я набрала 112. Буквально в течение пяти минут прибыла бригада скорой помощи. Это были, значит, медицинская бригада Яшенкина, Екатерина Михайловна и Бюкин Сергей Михайлович. Значит, они очень квалифицированно оказали помощь моему мужу, потому что, повторюсь, что счет шел буквально на минуты. Значит, бригада была оборудована полностью медикаментами и необходимой аппаратурой для оказания именно экстренной помощи. Значит, помощь была оказана и на дому, и в дальнейшем бригада очень быстро доставила специализированное лечебное учреждение города Москвы. Моего мужа, и ему была экстренно проведена операция. Как сейчас себя чувствует ваш муж? Ну, слава богу, он со мной сейчас смотрит эту передачу. Вот, поэтому мы очень благодарны всем людям, которые участвовали вот в этой цепочке. Диспетчер, оказание медицинской помощи и доставка... Ну, наверное, правильная маршрутизация пациента. Мария, ну, конечно, всегда очень приятно слышать такие отзывы о нашей скорой помощи, но мы получаем и другие письма, которые приходят и в электронную приемную, и главы администрации, и сообщения которых в социальных сетях о том, что вызовы бывают больше двух с половиной часов, когда недостаточно качественно, на взгляд пациента, оказывается медицинская помощь. И, наверное, здесь Олег Вячеславович поддержит нас. А как вот в этом случае вы реагируете на такие обращения, на такие жалобы? Вот, если касается администрации, то мы, безусловно, всегда пишем запрос на нашу скорую медицинскую помощь, на наше юго-западное отделение скорой медицинской помощи, и по каждому случаю, если у нас есть факты, если у нас есть конкретный пациент, и по которому можно провести какое-то медицинское расследование, тогда мы получаем конкретный результат. Но я бы сейчас хотела тоже задать в прямом эфире вопрос Олегу Вячеславовичу, куда же обращаться нашим жителям непосредственно? Потому что, конечно, каждую ситуацию надо, что называется, разбирать по-горячему, а не, как вот бывают сообщения, какие-то достаточно общие. И тогда очень сложно ответить на этот вопрос. Был факт, не было, и какие-то надо предпринять. Тогда, наверное, не только куда, но и как, да? То есть, как правильно составить обращение, и как быстро это попадает именно к вам? Совершенно верно. Максимально быстро, я хочу сказать, что мы ведем разбор всех обращений, которые поступают в нашу большую организацию. Максимально быстро нужно обратиться к руководству филиала, который находится в Одинцово. Все телефоны, они есть у нас на нашем официальном сайте, в котором можно зайти абсолютно спокойно, можно в сети. Московская областная станция, скорую медицинскую помощь. Либо через администрацию. У нас заведено так, поступает жалоба, нам нужно определить вообще, что это такое. И практически во 100% случаев мы стараемся связаться с пациентом, либо с его родственниками, которые остались недовольны качеством оказания медицинской помощи, и выслушиваем. Порой достаточно просто объяснения людям, которые обратились к нам с жалобой, в наш адрес с жалобой, что некачественно, и людей это устраивает. Порой мы берем и принимаем все меры для того, чтобы какие-то наши действия в дальнейшем не повторились. Еще хочу сказать, только благодаря нашей совместной работе, совместному диалогу, нас как медицинских работников и пациентов, мы сможем выявлять наши недостатки, устранять и делать нашу службу лучше. Еще раз повторюсь, максимально быстро, это, конечно же, к администрации, к руководству северо-юго-западного филиала, который находится здесь, в Одинцово. Если говорить о количестве жалоб, есть ли какая-то сезонность, возрастают, снижаются? Есть статистика? Да, статистика есть, она волнообразна. За последний, по отношению к 2018 году, в 2019 году количество жалоб мы в общем снизили более чем в два раза. Но все-таки остаются еще какие-то моменты. А сезонность, сезонность, это, конечно же, ну, как правило, это осенний количество, рост жалоб идет в осенний, весенний период, связано с большим количеством вызывов в эти периоды. Также, как правило, в этот период и увеличение сезонных заболеваний, такие как простудные заболевания, и на нашу службу идет большое количество вызывов. Ну, и в большинстве своем основная жалоба, это, конечно же, на несвоевременный доезд. Людям хочется, чтобы во всех случаях мы доехали в течение 20 минут. Но не всегда так, к сожалению, не всегда так бывает. Но, тем не менее, мы стараемся прежде всего уделить не только качеству, не только оснащению нашей службы, хотя это еще могу сказать, что у нас практически все машины укомплектованы и оборудованием, и медикаментами, регламентирующими нашими приказами, но и скорость, насколько быстрее мы окажем помощь, как быстро мы ее окажем, от этого зависит в том числе и качество. Олег Вячеславович, а как же состояние наших машин, которые выезжают на маршрут? На сегодняшний день в парке, на территории городского округа Одинцова 41 единица техники, из них 14 мы уже готовим к списанию. В прошлом году мы получили в городской округе Одинцова 6 единиц техники. По губернаторской программе, да? По губернаторской программе здравоохранения Подмосковья. В этом году до середины ноября мы должны ввести в эксплуатацию еще 8 единиц техники. Это 7 автомобилей класса Б, это просто автомобили скорой медицинской помощи белого цвета. И один реамобиль, это автомобиль, как правило, и по ГОСТу он окрашен в желтый цвет. То есть мы получим в этом году еще 8 единиц техники. Губернаторская программа это не разовая акция. Еще это в рамках области мы планируем закупить на следующий год и на 2021 год порядка около 90 единиц техники каждый год. То есть обновление идет постоянно. Я хочу еще добавить, что наш округ поддержала Московская областная дума при поддержке Ларисы Евгеньевны, нашего депутата Московской области. Еще два автомобиля непосредственно предоставлены для Одинцовской районной больницы номер 2, которые также будут оказывать неотложную помощь нашим гражданам в рамках, действительно, обслуживания в рамках своей территории. Готовясь к прямому эфиру, собирали вопросы не только мы, но и наши коллеги. Это интернет-портал Одинцова.Инфо. И вот такой вопрос и от жителей, и, собственно, непосредственно от коллег. Все-таки соответствует ли нормативам на сегодняшний день количество бригад? Если говорить о том, что на 10 тысяч населения все-таки должна быть одна бригада. Конечно, мы понимаем, что официально в Одинцовском округе зарегистрирована одна цифра, но по факту проживает, конечно, гораздо больше населения, и в летний период оно еще больше увеличивается, когда присоединяется Москва, и приезжают дачники. То есть вот как вот с этим обстоит дело? На сегодняшний день существует норматив, но который носит рекомендательный характер. Одна бригада на 10 тысяч. На сегодняшний день, а наша Московская область, она достаточно специфична. Мы подходим от нагрузки на бригаду. И считаем, что нагрузка на бригаду, то все, что больше 12 в сутки, это уже много. Среднее количество вызывов, поступающая на нагрузка, средняя нагрузка на одну бригаду в городском округе Одинцова, порядка 13,5-14 бригад. И мы все делаем, максимально все делаем, в том числе и благодаря главе городского округа Одинцова и администрации городского округа Одинцова идет массовое привлечение кадров. Это в том числе, получается, если появляются новые кадры, соответственно, количество бригад увеличивается. Совершенно верно. Наша задача до конца года довести количество бригад именно в Одинцово до 16. В самом городе Одинцово до 16. По вашим расчетам, это перекроет потребность? Потребность, я думаю, что... Или все-таки остается дефицит? Дефицит, да, честно скажу, дефицит перекроет потребность бригад 20. Но кадровый дефицит, мы тоже с этим, к сожалению, сталкиваемся и боремся с ним. Одновременно взять и выпустить 20 бригад, если я скажу, но это будет неправда, я не хочу лукавить. На сегодняшний день, по сравнению даже с прошлым годом, мы уже количество бригад сделали плюсом 2. Но за год, я считаю, что в рамках одного муниципального образования это уже немало. Я знаю, в том числе вам помогает и администрация округа, и рамки поддержки, потому что не так-то просто сейчас привлечь врачей. Безусловно, чаще всего к нам приезжают из других регионов, это и врачи, и фельдшеры, которым предоставляется самое главное. Это жилые помещения. Вот смотрите, за последние 5 лет предоставлено 26 жилых помещений. Из них большая половина, 14 помещений, это за последние 3 года. Соответственно, в 2017 и 2018 паритетно... Но это не всем врачам, это только врачам скорой медицинской помощи. Мы конкретно говорим только об этом подразделении. Еще же они должны соответствовать вот этому термину, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. И так, я повторюсь, что паритетно 3,3 было предоставлено в 17 и 18 жилых помещений, и только в 2019 году уже 8 жилых помещений предоставлены. И это еще не предел. Будет еще. А если говорить о зарплате, все-таки рядом Москва. Как вот эти разговоры там платят? Больше здесь, меньше? Здесь действительно в области уровень заработной платы несколько ниже, чем в самом городе Москва. Но, тем не менее, на мой взгляд, в общем-то, зарплаты выездного персонала, они нам... Ну, средняя мы можем озвучить, потому что очень часто соцсетях пишут о том, что мало получается... Да, заработная плата врачей, выездных врачей, около 100 тысяч рублей. Среднего медицинского персонала, это фельдшеры, порядка 68-70 тысяч рублей. Водители? По водителям порядка 42-43 тысяч рублей. Это средняя заработная плата. Но это зависит от количества смен? Да, зависит от количества смен, от количества ночных смен. Но, тем не менее, у нас смены и... Но нет такого, чтобы люди перерабатывались и работали, в общем-то, на износ, и это, в свою очередь, влияло на качество, да? По законодательству, законодательно разрешено работать до двух ставок, но у нас коэффициент совместительства по врачам 1,4, то есть почти на полторы ставки врачи работают. Средние медицинские работники, фельдшеры, чуть-чуть ниже, 1,3. Водитель работает на ставку. У нас есть звонок. Да. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Вы в эфире. Житель-житель поселка Дубрия. Так, вот, очень... Алло, алло, подрекаю вашу перестачу. Хочу, ну, во-первых, поздравить нас с лучшим профессиональным праздником, пожелать здоровья вам. Вы делаете очень большое дело. И, в частности, меня это тоже как-то затронуло. У меня детки маленькие, была высокая, у ребенка высокая температура. И очень, очень быстро приехала скорая. Я благодарен безумно и коллективу, и администрации выражаю большую благодарность за ваш труд. Приятно, вот, сегодня вечер, вечер благодарностей. И спасибо. Нет, в самом деле, большое спасибо, что люди... Кстати, вы сказали, да, вот дети, опять же, да... Дети в приоритете. У нас неважно, там, какой повод к вызову. Если это ребенок до года, мы тоже туда выезжаем незамедлительно. И эта категория вызовов у нас относится к экстренной. Если говорить о дальнейшем развитии, о планах, ну, немножечко коснулись, касаемо количества бригад, штата, ну, вот в целом, как будет развиваться служба? Служба, прежде всего, развитие информатизации, развитие нашего программного продукта 103, через который мы получаем функции и приложение 112, можно отследить уже трекеры при загрузке в телефон такую программу, ну, или в компьютер. Также СМС-оповещение. Мы за счет, в том числе, и открытия новых, как сказала Наталья Вячеславовна, новых постов под станции максимально будем стараться приблизить нашу службу к населению, чтобы сократить время. Ну, и планируется Трехгорка, еще какие-то территории уже вот конкретно рассматриваются? В настоящий момент, вот Трехгорка, но в случае необходимости мы готовы выставлять и временные посты, посты временной дислокации к населенным пунктам с большим проживанием людей, ну, и где большое количество вызовов. Также мы планируем в этом году обновить наше и симуляционное оборудование, и в рамках уже каждого филиала, для чего? Для того, чтобы и повышать и качество медицинской помощи. Наши навыки, навыки врача скорой медицинской помощи, фельдшера скорой медицинской помощи, их нужно постоянно отрабатывать, чтобы никто ничего не забывал. Это и реанимационные мероприятия, это и проведение ЭКГ, это и работа с медицинским оборудованием. То есть, если ты не проработал и не попользовался оборудованием, ну, ввиду особенностей каких-то вызовов, там, 2-3 недели, месяц, то ты должен это делать на симуляционном оборудовании, чтобы не потерять, не забыть того автоматизма, той быстроты, которая нужна. Основные наши постулаты – это скорость, это качество и удовлетворенность населения нашей работы. Звучал вопрос, но даже не вопрос, а звонила зрительница нам сейчас, да, в студию, и сказала о том, что во время такой экстренной ситуации, да, она просто забыла, по какому номеру звонить. Набрала, конечно же, 112, но, тем не менее, все-таки до вас дозвонится как, 112 или привычный 03? Есть несколько вызовов, прежде всего, это, конечно же, единый номер вызова всех экстренных служб, это 112, второе с мобильных телефонов, это в любом случае, это уже 103, и 03 классический, этот еще номер никто не знает. То есть, принимает 03, еще принимает, это тоже очень важно, особенно для людей старшего поколения, которые… Но телефоны все-таки еще остаются в квартирах, в квартирах, которые, стационарный телефон, они тоже, к счастью, наверное, еще и… То есть, все линии работают, все действует, и диспетчер примет вызов и направит в бригаду. Если хоть одна из линий начинает как-то не совсем качественно работать, для нас это катастрофа, и мы прилагаем все усилия, но это единичный случай в году по всей области, чтобы устранять эти неполадки в течение минут даже, не доводя это дело до часу. У нас есть еще небольшой видеосюжет, журналисты вышли в город, давайте послушаем мнение жителей о работе скорой медицинской помощи. Как вы относитесь к работе в скорой помощи? Ой, очень с большим уважением. Просто одно слово, хотелось бы лучше. И быстро приезжали, и обслуживание хорошее. Они приезжают достаточно быстро, на вызовы реагируют, то есть нас все устраивает, по крайней мере, вот в Голицыно-Живя и вот в Денцовском районе. Быстро приезжают. Ну, ездила, дорога, пробка нет, конечно. Я помню, у меня гипертонический криз был, дети вызвали скорую, и быстренько, быстренько она приехала, мне оказали помощь. Ну, мне пришлось вызывать скорую помощь детям, ну, внукам. Ну, скорая приехала очень быстро, и профессиональные были доктора, и медсестры, в общем, помощь оказали вовремя. Я отношусь хорошо к скорой помощи, потому что считаю, что она приезжает вовремя. Не очень хорошо, конечно, понимаете. Долго ждать, и бывает, не дозвонишься. Вот такая штука. Пожелание. Ну, пожелание, чтобы лучше относились к людям, в принципе. А врачи хорошие. Положительных отзывов мы, безусловно, услышали и критику в адрес скорой медицинской помощи. Это о том, что невозможно дозвониться. Я еще раз повторю, что для того, чтобы вызвать службу скорой медицинской помощи, первый номер – это 112, номер вызова всех экстренных служб. Второй – это 103 с мобильных телефонов и со стационарных телефонов 03. Я думаю, что вот эти телефоны, и прежде всего 112 – это телефоны, которые работают в безаварийном режиме 24 часа в сутки, 7 дней в месяц. А мне бросился, кстати… То есть, с мобильных телефонов невозможно дозвониться? Нет, не всегда, не все сотовые операторы смогут связать именно через 03. Мне подскажут, что у нас есть звонок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Ольга, я жительница Одинцова. Я буквально вот на днях вызывала скорую помощь и звоню, выразила слова благодарности сотрудникам скорой помощи, руководящим составу. Настолько быстро приехали, буквально 5 минут, пришли смс-очки. Вызов принят, скорая выехала, приветливые, доброжелательные. Настолько приятно, когда приходят такие люди в дом, и ты уже ничего не боишься и чувствуешь себя спокойно. Особую благодарность хочется выразить руководящему составу, которые смогли поставить так работу и организовать. Спасибо вам огромное, доброго здоровья и всего хорошего в вашем нелегком труде. Спасибо большое. Ну, я хочу сказать, что самое ценное, это, конечно, кадры, которые у нас работают на линии. 24 часа круглый год. 24 на 7. И да, и в холод, и в жару, без праздников и выходных. Вообще, когда у людей праздники, наша служба работает с двойной нагрузкой. А когда люди работают, мы можем себе позволить и в отпуск ходить, и немножко передохнуть. Вот как-то так. На этой оптимистичной ноте мы завершаем наш прямой эфир. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и свое здоровье. До свидания. До свидания.